Если вы увидели человека, одиноко стоящего на краю моста, не спешите его оттуда снимать. Возможно, вы еще захотите к нему присоединиться. Сегодня знакомимся с самарскими роуп-джамперами. Рууп-джампер – это прыжки с динамической веревки. Высота минимальная, она начинает с метров от пяти, от семи, чтобы хоть немножко маятник был. Прыгать можно различными способами. Можно прыгать маятником, то есть как в детстве мы все на Тарзанке летали. Можно прыгать вертикально вниз, но для этого должна быть хорошая станция, за которой веревка закреплена, и чтобы она снимала весь рывок, который будет. Потому что рывок будет очень сильный. У нас в Самаре просто очень глобальных объектов таких нет. В будущем, может, когда-нибудь съездим в гости, там попрыгаем. В принципе, ездили в Казань, откуда у меня была самая большая станция, прыгали с 15 этажа. То есть это получается 45 метров. Там прям вдоль дома летишь, прям вертикально вниз, и немножко не долетаешь до земли. Основателем роуп-джампинга принято считать Дэна Османа. Будучи альпинистом, он выявил закономерность, что срывается не из-за того, что был сложный маршрут или недостатка физической подготовки, а из-за того, что морально не смог себя преодолеть. И тогда он намеренно начал прыгать с больших высот на веревке. Сначала это было 5 метров, затем 18. Потом он установил мировой рекорд – 190 метров. К сожалению, в возрасте 35 лет, пытаясь покорить 300-метровую высоту, он погиб. Но современный роуп-джампинг – достаточно безопасный вид спорта. Каждый раз все равно немножко страшно, и все равно хочется еще. На самом деле ощущений много, но из-за того, что прыжков уже больше 500, нет уже того, что было, допустим, с первого, с второго прыжка. Как бы привык уже. Готовимся к тандему. Сейчас будем прыгать. Система, база, да, абсолютно идентичная, как и прыжок для одного человека. Просто запас прочности позволяет прыгнуть двоим людям. К сожалению, основной, естественно, это веревка. Их две – динамическая и статическая. В динамической под нагрузками 30% растяжения. То есть этим компенсируется рывок, который возникает при прыжке. А на статической мы поднимаем. То есть мы спустили статическую веревку. Он прицепился и поднимает. То есть уже никакого не растяжения, ничего нет, плавный подъем идет. Поднимаем двумя способами. Либо на руках тянем, либо на машине. Естественно, если вы тягиваете на руках, то стоит специальный блок-стоп. То есть если вдруг что-то здесь с людьми случается, то есть отпустили веревку, либо еще что-то, чтобы человек вниз не полетел, он сразу раз стопорится и остается на месте висеть. Далее обвязка, которая еще, кстати, на мне. Называется специзделие. То есть она полная идет вниз-вверх. То есть защищенная спина у нее. Потому что при прыжке, если только использовать нижнюю обвязку, человек может потянуть назад и перегнуть через спину. То есть могут быть возникнуть проблем со спиной. Эта обвязка позволяет этого всего избежать. Карабины все стандартные, пятитоники. То есть выдерживает 5 тысяч на резкий рывок. Веревка выдерживает 2,5 тысяч на рывок. То есть, в принципе, при прыжке вес человека, например, увеличится раз в 10. То есть весишь ты 100 килограмм, будешь весить тонну. Рывок здесь нулевой. То есть степень рывка. Поэтому веревка выдержит 100%. Итак, если после нашего сюжета вы все-таки решили стать роутджампером, советую обратиться вам к опытному инструктору. И ни в коем случае не делать этого самостоятельно. Только тогда ваш поступок принесет вам истинное удовольствие. И никакого риска. Редактор субтитров А.Семкин